Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это дети Галузинской школы знают наизусть. Пластиковые крышки, полиэтиленовые пакеты, чеки, бумажки, жестяные банки. Ребята без труда разложили мусор по разным контейнерам. А просмотр фильма об экологических проблемах на планете закрепил пройденное. Татьяна Пашинская, активистка фанерного комбината «Связа» в «Новаторе», рассказала школьникам о пользе переработки материала. Для детей очень важно, чтобы в них формировалась культура. Культура потребления, культура работы с мусором, с отходами. Потому что мусорная проблема, она глобальная уже. Если наше поколение будет задумываться о том, где они живут и чисто ли здесь, то, я думаю, мы не зря это все делаем. Экологическая культура формируется в детстве. С выброшенного в урну фантика с первого субботника во дворе у дома. С хорошего примера родителей. Новый проект «Связы» поможет ребятам закрепить знания, полученные в семье, и еще более ответственно относиться к природе. Я узнал на эко-уроке то, что экология – это важное и хорошее. Если не будет экологии, то вся планета может разрушиться, и будет хаос. Я дома сортирую мусор. Иногда в переработку сдаю батарейки. Для того, чтобы сохранить планету и дать чему-нибудь новую жизнь. Надо беречь природу для того, чтобы не было никаких загрязнений, чтобы от этого не страдали ни животные, ни мы с вами. Надо беречь свою окружающую среду. Чтобы люди одумались и больше никогда не мусорили. Чтобы они защищали природу от загрязнений мусором и его утилизировали. «Связа» постоянно внедряет новые технологии в производстве, которые позволяют применять возобновляемое сырье и минимизировать воздействие на природу. Бережное отношение к окружающей среде компания подтверждает и своим участием в экологических акциях «Чистым рекам, чистые берега», «Зеленая Россия», «Чистые игры». Сотрудники комбината высаживают аллеи, организуют и участвуют в субботниках. Я благодарна коллегам, потому что они учат пониманию, что должно быть экологическое мышление. И его надо формировать именно начинать с самого юного возраста. Потому что и теперь многие взрослые, наверное, думают, что потенциал планеты землян безграничен. Но это, конечно же, заблуждение, причем опасное заблуждение. Проведение экологических уроков сотрудники связы планируют сделать постоянным. Одна из главных миссий взрослых – научить детей культуре потребления для сохранения чистого и светлого завтра. Продолжение следует...